привет вас давайте поговорим насколько легко в украине вести бизнес дискотч очень популярны тем более последнее время я так понимаю какая-то часть украинцев таки выехала за границу там это самое вот сейчас и бизнес делал давайте я говорю давайте давайте почему я так смеюсь ребята родные очень долго живу очень в отличие от вас мать еще помню времена тоже стал бы не начало 90-го советском союзе вы знаете заниматься частным бизнесом было строго нас запрещено до были цеховики садили в тюрьму так дальше помите это сейчас вам да вот у меня кум сват ну не врите не врите кум сват или сидел или 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 действительно ничем он не занимался кроме того что для раз пошабашничать и когда разрешили знаете какая была интересная ситуация вот сейчас такого нет сейчас такого нет это да представляете человек зарегистрировал компанию и накрывает поляну прошает и фастается печать эти печать вообще сейчас я же отменили отопнуть печать это было такой атрибут такой как бы супер ну советское предприятие печати была у директора или главный бухгалтер а тут у него печать вот давайте передать сложно не представляете это была такая супер-пупер эйфория причем действительно в начале зарегистрировать компанию было довольно сложно вообще в начале когда же себе представить там столько было проблем ужас то потом уже ну сейчас то самое и действительно было считаю человек стрит компании вся теперь я потом уже поняли что зарегистрировать это чушь а сейчас то же самое моих людей ловит а у тебя сейчас зарегистрировать компанию польши не в канаде идем дальше малайзия индонезия а что вы думаете похлеще из интересе ребята в непале даже то есть понимаете я это коста-рика мексика давайте я это знаю как говорится ну то мостах костей так получилось что пересекались и так и так и так и так мало того встречал даже ребят которые зарегистрировать компанию вот в украине сложно а за границы довольно ну праздно мне ну смотри какая ситуация да сейчас таких преград какие были в 90 уже нет но я вам специально ну это вот сайт мирового банка тут как вы видите знаменитый легко сведения бизнеса и их незнаменитые показатели да я знаю что их одни признают другие не признают эти матюкается как хотите вот для вас самое важное вот смотрите вот это ну как бы к ну сто процентов это когда уже все супер-пупер-пупер-пупер-пупер вот у нас регистрация бизнеса 91 процент то есть наполнять самый лучший у нас единственную у нас регистрация но чтобы правильно поняли у нас зарегистрировать так как у нас благодаря цифре европе так невозможно там тоже некоторые просто нельзя нельзя помашка а у нас ну фоп побежали давно стал легко и за что у нас есть ситуация смотрите у нас если вам надо разрешение ну специальный до процедуров там даже нет чтобы немножко как не считали они брали во внимание что процедура рассмотрения вашей заявки ну она может быть длительная вот примеру там по алкоголю вы хотите торговать так дальше да да это есть не не спорта то сто процентов нет нет сто от 100 нет стоит лучше если стремится но замечать у нас раньше было получение разрешение на средства пока час проще но у нас чтобы сразу забегаю вперед покажу смотреть ведь самый хуже показать разрешение платежеспособность это банкротство вот хуже ну то есть 31 и стоит вот это провал полный полный повод этот провал полный у нас действительно очень сложно банкротств если к примеру вы даже ситуация ваш партнер специально банкротил вы пытаетесь как-то взыскать долги невозможно это у нас ужас вот это да туда вот вот эта проблема ну и закрыть вы знаете у нас зарисовать проще закрыть сложно да тоже согласен согласен абсолютно тут вот тут мы отстаем сильно но 31 баллы 100 а что касается регистрации то проблем нет ну понятно дело что акционерное общество регистрируется сложнее но опять же зачем оно вам надо если на то пошло ну логика вполне достаточно если вам очень захотите можно толку нет смотрите акционерное общество регистрируют за границей ну скажем так или для отмывания денег первое направление это не для вас будут у вас миллионы миллионы милости просим с копейками там делать нечем или когда вы очень богат ну что вы правильно поняли в идеальном варианте от вас бизнес действительно такой солидный и можно тогда задуматься чтобы часть бизнеса реально продать на бирже айпио слышали да это можно у нас это нельзя там это может это вот тут мы проигрываем полностью что есть то есть и тогда вы рестрируете акционерное общество если и тогда действительно есть возможность но там не стратам длинная процедура но это действительно ситуацию продаете часть часть который призван часть продаете очень дорого получается привлекаете большие деньги на развитие бизнеса да такое можно такое действительно можно и это для так цене на общество а так по большому счету цене пройти акционерного просто чтобы она называлась не так смысла нет ну вон не для этого еще раз хочу обратить что такое понятие как фопы там не существует есть очень простое правило но если все 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 модификацию отбросить все там вам сейчас вот первое второе третье смотреть и железное правило первое или вы занимаетесь бизнесом тогда вы рестрируете бизнес бизнес да может быть коллективный может собственный может на паях как угодно но бизнес в этом случае вы платите все налоги никаких льгот быть не может все все другой вариант вы можете заниматься мелким бизнесом мелким но говорите я не буду делать бизнес то есть я буду делать работать сам или моя семья будет работать сам вот классический вариант ваш кофе ваша кофейня ваш семейный семейный ресторанчик семейная гостиница это вот это вот в этом варианте если вы занимаетесь таким бизнесом и ваш оборот не превышает лимит по ндс там есть лимит в разных странах по разному но лимит как у нас от миллиона там тоже хорошо тогда вы можете не регистрировать бизнес но это что наподобие вырегистрировались как самозанято лицо но знаете в россии в украине тоже то есть и в этом случае вы платите все налоги как физ лицо не налоги все платят как физ лицо единственный взнос налог с доходом если что не надо платить ндс и на платить налог на право вот так это работает а вот эти все а у нас давность есть уникальный вариант когда вы будучи бизнесменом потому что третья группа это чистый бизнес второй чистый до 1 сейчас карт чистый вы имеете право платить налог меньше чем платит основной имеете право льгота ну оффшор то что у нас действительно внутренний оффшор то что нету в европе еще раз повторяю что в свое время когда венгрия прибалтика кипр вступали евросоюз было очень много дискуссий а надо ли нам вступать мы же офшорная зона мы да не потеряли вот прибалтика потерял очень сильно когда вступила в евросоюз они офшорную зону кипр потерял венгрия потеряла но понимаете тут как говоришь на ряд смотрите есть офшорная зона мы понимаем но вы же понимаете что для развития в будущем надо избавиться от офшорной зоны и будем развиваться правильно по этой причине они потеряли 7 минут но но в стратегии выиграли вот тоже самое украина упрощенцы убрать мы потеряем однозначно 7 минут но в стратегии то вы вот так это работает вот такая ситуация а вот так насчет налогов смотрите можете посмотреть так где-то нас а вот налогообложение ну да не сто 78 процентов у нас кризис налога маленькая да не спорить не было у нас администрирование налога то есть вот время которое надо для учета до большой большой тут тут все ругают причем это много раз ругали ругает то опять же ситуация есть возможность сделать учет электронный хлоп 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 есть проблем не существует но как же махинации делать но смотрите у нас на сегодняшний момент вы действительно можете без бухгалтера но вот вас нет кассы нет налички все по безналу все по безналу хлоп 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 файл отправили все отчитались но и сказать это а тя тя не нарушает закон давайте у нас почему это показатель такой по той простой причине что нас на сегодняшний момент ну бывает некоторые одесская компания время от времени делают такие замеры анализирует отчетность так дальше и что нас для нас характер да если посмотреть весь украинский бизнес у нас доля именно черного бизнеса ну такая знаете там беспредельщиков который там то вообще налоги не платят тупо торгуют контрабанды фальсификатор бью немного по разным показателям до 10 процентов только вот не нет вот именно такие беспредельщиков которые говорится все есть конечно белые пухнастые 30 процентов у нас 30 процентов белый это крупный бизнес они махинации не делают ребята в шор это не махинации фейсбук работает через оффшор youtube работать через оффшор чем предстали то в конце нет главное вы тут да это оффшор а почему этим не можно ну то же самое ну вся мировая экономика работает через оффшор так что прекращайте вот это вот ты господи оффшор там совершенно для другого дела там ты как раз деньги не моешь ты просто оптимизация делать да и большая разница там обратных все возвращаешь а вот все остальное вот этот малый средний полусредний так дальше ну серый как нет то есть имеется вот частично белый не не спорю и чуть-чуть черненького или побольше чем и вот это серый нас убивает вот почему это показатель почему остальные показатели так ну что вы и все аудитори пишут серый надо что-то одинок что что ну понимаете как получается очень часто классический вариант классический приходит предприятие хочет взять кредит мало того кредит хочет взять но даже сейчас вот ну тоже ситуация вы знаете что же вы сейчас можете получить грант да несмотря на то что война ребята еще ну никто не остановил гранты никто мало сейчас даже к нам отношение стало лучше если раньше там скажем вот так нас смотрели но одна из а теперь украина да давайте давайте сейчас вот если вам нужен грамм вы подаете заявку у вас знаете такая шкафа до руки пойдем и сказать давай давай ну серьезно серьезно но вот в этом то вся чертовинка заключается как только они попросить вас отчет они уверены что там серый ну поймите ну я понимаю что вы шибко умные но ребята покойно высчитается и тогда они это не вежливо говорят что ребята вычасти серые сделаю только по белому и мы дадим грант причем точно дадут точно ну серьезно говорю дают сейчас грант ну да понятно дело 6 предприятие больше в зоне был в действиenne growing Style 누�uet давайте поменяем вот ваш предприятие матем especie уровень получит а будет конечно в донецке конечно не получит давай всех серьезно да да дадут hingar причем я к времени кредитом возвращать не надо да сам сумма там небольшое спортив Xuanzhi's хочет который не дает но они попросят вас ребят уберите черненькое сделайте все по белому а тут сразу наши все по белым как-то не хочется они не могут дать их тоже за процедура вот у нас чертовинка поймите правильно зарегистрировать компанию что у меня столько знакомых вы себе представить не можете которые регистрируют компанию в 90-х годах было вообще что право 90 года была такая тоже эйфория с 3 компанию германии там звонит по телефону я компания даже в англии были в германии знаете такое название грозное поздравляю тебе нечего заработать нигде не понял так ты же зарегистрировал ну вот это вы же не представляете ситуация приезжает как я ребята заверить абриканцы стоящие это дашь или град это правда такое знаете вот еще поколение которое еще ну вы знаете что в советские времена в израиль ехали попадали в сша знаете вот вот это еще приезжаете у нас крупнейшего америке там и сонокомпания мы там такие супер супер ну беседуем с ними я говорю ну хорошо замечательно что такие хорошо чем мы помочь вам моим то знаете было бы хорошо что вы нам клиентов ну с украины это стоп но если вы сонокомпания в сша эти рынок сша а в украине чуть-чуть здесь дед он ваша там рынок большой вам там клиентов не мере ну просто помять к ситуации но у нас даже вот начинали люди агитировать купите акции это сложно но большинство людей просто даже не знаю что такое в америке знает будет ну как это американская компания собралась здесь наоборот я могу понять но вы предлагаете свои акции я чему как-то но здесь клиентов ну ребята ну у нас рынок у нас маленький нас люди на долларах на этих ну какие то знаете все хорошо рынок пошел и но клиентов ни черта нет потом побеседовали да ну просто каясь получать ситуация рынок поделит зарезть сложно да они создали компанию все замечательно топтались пока мигранты наш приезжали у них как лохов эти ребята поняли что нас разводят послали подальше пошли до монстра ну крупные американские компании то есть ну то есть а у них нет это не думаю сейчас мы сейчас как-то придумаем тут украине немножко по я ребят это нереально это все то что ну ну рынок не готов не подготовлен тем более что как хотите прийти просто я уже молчу купи-продай о боже я потягоньку она просто рушат в 90-е года была колоссальная клести такая мода когда наши ребята рейстрить компанию чехии венгрии германии типа вот мы крупнейший торговый дом там поставщики машин что-то получается чаще всего разоряется по той просто причине что оказывалось что можно проще без вас не ну действительно получалась ситуация что значить а когда я спрашиваю а чё ж вы там не работаете вы же зарегистрировали там компанию там у нас как-то не идет давайте везде хорошо где нас неужели правда думаете что кто-то вас ждет в германии франции в сша в канаде что вы зарегистрировали компанию создавали конкуренции я не спорю если у вас есть лишний миллиард да то да а если у вас две копейки помните очень часто очень часто разводят нашими грант когда рассказывает вот такой бизнес удачный если вложить мы сейчас вы задаете вопрос от чего он вам предлагает вообще всегда все наоборот если человек хочет в середине он ищет куда вложить они ему предлагают разница критично ищет а если ему предлагают очень выгодный классно а кушать и черт ее продаешь если выгодный класс или какой-то черт просишь партнера стивили что ты очень успешно развивается так быть не может если тебе бизнес успешно ты не продашь и партнера не пустишь ну 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 это то 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 нет я не говорю что нельзя за границу делать бизнес может не стоит но в украине более прибыльно более удобно ну были понятно во первых вы знаете как тут бегать куда заходить где выходить вторых вы знаете как не платить налоги а там чаще всего наши на чем ловится понимаете от классический вариант который мол типа там ты а вот этот анекдот я много раз слышал опять же начиная через 90-х годов ну и это очень популярно очень популярны вот будете если будете беседовать с этими которые там а я будет рассказать у нас на имеется там это германия франция канадцы у нас ты работаешь делаешь бизнес а потом ты думаешь будешь ты платить налоги или не будешь то есть если ты чувствуешь ты не можешь заплатить налоги то ты не платишь гениально браво на лохов так разводить а ну правильно люди клюют на это потом они узнают что кажется это банк это нельзя там вообще чтобы правильно поняли у нас петлять от налога проще а там слышны что есть там действительно боятся налогов страшно вот у нас понимаете вы можете пойти порешать а там не с кем решать вот у нас сейчас действительно вот электронную систему почему говорю что пожалуйста вы можете от электрон отправили вы тут ничего не порешай это не нравится чего же вы так и норовите так 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 хотя у нас тоже идет к тому что ребята файл сделали отправили и порешать несколько это уже трагедия будет ну будете нанимать аудитору он будет решать вообще я говорю что тут в чем всегда упирается ситуация вот каждый хочет так чтобы можно было налоги не платить как у нас чтобы доходы были как там но при условии чтобы не было конкуренции при этом чтобы можно было нарушать все законы как в украине но чтобы тебе там не наказали и очень желательно чтобы тебе там дали кредит ты их кинул и тебе ни черта за это не было это тоже ситуация на развитие бизнеса да действительно можно взять кредит причем понимаете как вот у нас но система действительно такая что можете кинуть банк вас сложно достать хотя да там бывает а там невозможно и но это не понимают а я слива банкротом убегу это хочешь ким хочешь ты вернулся деньги тоже и чем немножко еще и изюминка понимаете вот у нас там начинает у меня маленькие дети там ты никого не колышет заражал они так что подумайте перед тем как стать американским миллиардером почему еще не американский миллиардер и почему миллиард не заработали в украине если я такой умный все давайте пишите комментарии пока